Кратко о центре. Более 2300 сотрудников, 40 тысяч операций ежегодно, более 75 тысяч квадратных метров в управлении ежедневном. И 6500 единиц медицинского оборудования. В центре находится такая достаточно мощная материально-техническая база, которая каждый день требует какого-то внимания. Поэтому БИМ для нас, и казалось бы, где медицинский центр, а где БИМ, кратко о моих, обо мне с 2016 года и проектировал, и строил по БИМу, соответственно, видел все этапы развития. Собственно, зачем БИМ в медицинском центре? Мы, собственно, те, кто в эксплуатации заинтересован в том, чтобы максимально улучшить свои результаты. Поэтому мы для себя как раз-таки тот заказчик, который видит БИМ не как проект, не как веселые 3D-картинки, а мы те, кто делает его для вполне конкретной цели и задачи. Наша цель – это более качественная, четкая и, самое главное, результативная деятельность по управлению, потому что стройка для нас – это всего лишь один очень маленький, короткий жизненный этап. И могу со своей практики сказать, что плохо построено и некачественно спроектировано – это головная боль для нас прям каждый день. Собственно, мы эту себе цель поставили, выбрали для себя вендора, который потенциально будет использоваться нам для управления. Так выглядит схема, она, в общем-то, наверное, всем понятна. Это интеграция различных уже существующих систем. БИМ мы в меньшей степени сейчас используем, потому что нет возможности. Но, собственно, все этапы ежедневной эксплуатации мы для себя определили как важные и к этому стремимся. Сделали мы пилотный проект и вот его дорожная карта. Мы взяли достаточно большое отделение, отделение радиотерапии мы строим, лучевой диагностики. Будет, там есть и тяжелое оборудование медицинское. И вот мы себе расписали такую дорожную карту. Сейчас мы находимся на четвертом этапе, монтаж тяжелого медицинского оборудования. Здесь у нас классические санкции, уже классические наших партнеров нас подкосили. И мы около года ждем оборудование, которое никак не может пересечь границы Российской Федерации. И, собственно, после этого мы не можем запустить и все наши дальнейшие действия, хотя уже все для этого готово. При этом, как вы видите, мы лазерное сканирование сделали и, собственно, BIM-модель мы реализовали и строительно-монтажные работы. Но обо всем по порядку проблем больше, чем, казалось бы, таких веселых результатов и качественных. Какие сложности при реализации? Действительно, мы это делали в рамках капремонта. И, как уже сказали сегодня, и с Еленой затронули это в диалоге, смета контракта разрабатывается на основании дефектных ведомостей. Только дефектные ведомости проходят главгосэкспертизу. Где проект? BIM. Непонятно. На каком этапе нам его разрабатывать? Непонятно. Как сметы, которые у нас потом рождаются из BIM-модели, они, понятно, не из BIM-модели, а из проекта, связать с сметой, которые прошли экспертизу? Как из этих смет сделать смету контракта? Как вот с этой сметы контракта потом подписать доп. соглашения? Огромное количество вопросов, коллеги, которые на самом деле никак не решены. И вот все эти нововведения, они вроде как бы красивые, но мы с ними имеем огромную головную боль. Как сейчас подписать доп. соглашения на доп. работы, которые есть везде? Мы что-то не выполнили, что-то выполнили больше. Непонятно. Нет механизма. Наша контрактная служба у всех голова кипит для того, чтобы понять вообще, а что с этим делать, вообще как с этим жить. И при этом у нас есть высокие цели, да, то есть нам нужно и вполне непонятное. Опять же, нет запроса у федерального органа исполнительной власти. Мы подчинены Минздраву, и Минздрав не выставляет нам никаких требований. То есть это наша хотелка, наше такое вот, мое личное желание это все реализовать. Пресловутый ИСУП, который у нас есть, и система, в которую все должны загружать свои BIM-модели, она никак не относится к подведам, которые относятся к ФАИВам. Только у Минздрава порядка 180 подведов. Представьте, какое количество по стране, да, ФАИВов около 90 по всей стране. Представьте, какое количество заказчиков, госзаказчиков, на которых распространяется законодательство, но при этом у них нет обязанности загружать свои BIM-модели. То есть у нас огромное темное пятно, которое просто выпадает. Мы обсуждаем, например, строительство в Минздраве, строительство нового объекта, и Минздрав говорит, мы не знаем, это будет Минстрой строить, то есть это мы отдадим единому заказчику, либо вы это сами будете реализовывать. Большинство подведов строят самостоятельно. У них есть требования к BIM-моделям, но нет никаких требований для загрузки в информационную систему управления проектами. Непонятно, если открыть дорожную карту и светофор, который есть на сайте Минстроя, мы там увидим только регионы, которые внедряют, только регионы. И на самом деле проблема огромная, да, то есть у нас есть задачи, желания, мы в это вкладываем. Опять же вопросы связаны с выбором по, там сейчас вопросов огромное количество с информационной безопасностью. Да, Владимир озвучивал о том, что давайте покупать, не покупать коробочные решения. Коробочные решения – это вопрос информационной безопасности, и вот круг замкнулся, да. Купили коробочные решения, нужно его доразвивать, и все. Стоимость владения, то есть мы огромное количество вопросов рассматриваем, поэтому вот сложности реализации на самом деле огромное количество. Я на самом деле оставлю, может быть, для дискуссии, если у кого-то будут вопросы. Но вот мы те заказчики, которые разрабатывают НМЦК и реализовывают, и с теми вновь введенными нормативно-правовыми актами – это на самом деле просто минное поле. То есть немножко разбавить, это к вопросу капитального ремонта. 2500 квадратных метров, и вот наполнение инженерными сетями, да. О каком капремонте и о каком эффективной работе без разработки, в принципе, какого-либо проекта можно говорить. Но при этом законодательно это не закреплено. То есть мы должны сами рассчитать дефектную ведомость, прийти в экспертизу, сказать, вот мы здесь посчитали смету, да, срежьте нам 15% среднее нам срезают, и дальше мы это несем для выделения необходимых нам субсидий. Вот так выглядит наша жизнь, но на самом деле это в принципе на каждом этапе. Я вот как госзаказчик могу задать любому такому же госзаказчику тысячу вопросов, на которые мне не ответят. Собственно, так выглядит помещение в BIM-модели. Коллеги, нам так это выглядело в дизайне, такая же история, такие же у нас дизайны. А вот так это выглядит в реальной жизни, то есть в принципе мы видим от этого эффект даже на стадии реализации. То есть у нас минимум изменений, которые бы нам позволили сделать, да, вот изменения. С левой стороны у нас визуализация, с правой стороны реализация. Собственно, плюсов огромное количество, но вопросов, особенно в рамках постоянно меняющегося законодательства, еще больше. Спасибо большое за внимание. Я постарался кратко-коротко для того, чтобы оставить время для дискуссии. Спасибо большое. Вопросы из зала. Владимир. Можно, да, я просто добавлю, поскольку был связан все-таки с проектированием и строительством медицинских учреждений, была шикарная идея по Москве. Как говорили, поскольку врачи, ну и, собственно говоря, главврачи, эксплуатирующий персонал никогда не сможет эксплуатировать информационную модель, давайте сделаем единый по поводу БИМ-центра, медицинской области всей, для того, чтобы врачи каждой большой больницы спокойно могли зайти на сервер и увидеть, что у них там происходит, потому что они этого не сделают никогда. И сервис этой модели – это довольно затратные вещи, которые могло бы Министерство, ну, Минздрав, да, Москвы, например, тянуть. То есть, иными словами, вот ответ на ваш вопрос, как это делать. А другой аспект заключается в том, что даже я разговариваю с главным инженером больницы, он говорил, да, черт возьми, не нужна мне ваша 3D-модель, мне нужна, мне мосхема моих инженерных сетей, на основании которых я могу спокойно найти нужный экран и хотя бы там через QR-код, через какие-то вещи зайти в проектную документацию и, собственно говоря, на него посмотреть. То есть не стоит вопрос, нужен продукт, который будет делать вот ту самую 3D-визуализацию, для которой проектная документация исполнительная будет просто базой наполнения, а ни в коем случае. Вот этого продукта никто не делает, а он нужен, позарез. Есть, ну, в данном случае мы с одним из вендоров не буду говорить для... А, ну, делайте все-таки. Делаю, да, но у нас проблема в следующем. Мы разработали BIM-модель для отделения радиотерапии, у нас все хорошо, а что дальше? Вот мы пилот запустили, он удачный, но у нас есть еще 75 тысяч квадратных метров, которые... Для всей больницы делать 3D-визуализацию. Вот, да, соответственно, выделение средств, дальше включается механизм, а зачем, почему, на основании каких нормативных актов, потому что мои желания, как зама генерального директора по строительству, да, их недостаточно. У нас есть контрактная служба, у нас есть люди, которые курируют правильность выделения тех или иных, расходования тех или иных средств, и это тоже большая головная боль. Нормативного акта, который бы, или бы закона, который бы обязывал нас, как государственного заказчика, применять эти решения для эксплуатации, нет. Нет, и вопрос людей, не погруженных в стройку, он на самом деле очень простой. А как вы устроили до этого? Ну, а зачем вам это все? Ну, то есть, все же здорово, все хорошо, вот у вас был предшественник, который за вами, все хорошо, мы такими вопросами не занимались. Да, и вот этот момент, связанный с сопротивлением на низших уровнях, я уже не говорю про сотрудников, которые работают на высших уровнях, которые задают вопросы. При этом нам повезло в части того, что наше учреждение является таким флагманом по цифровизации, да, и мне это проще делать. Но я, например, не представляю, как это происходит либо в регионах, в Москве, понятно, проще, но мы именно Минздрав, то есть мы федералы, поэтому у нас это проще. Но проблем, коллеги, достаточно большое количество, не стало там какие-то банальные вещи, да, говорить про ПО, про выборы, там, если зайти на сайт Минстроя, там только 100 наименований вендоров, которые можно выбрать, и там, черт ногу сломит, прошу прощения, за то, куда вообще смотреть и как с этим работать, как с этим жить. А самое главное, как доказать то, что это вам нужно. То есть, при этом у нас все, что происходит, оно либо на основании федерального закона, либо каких-то требований, да. К вопросу о том, как изменить порядок и подход к строительству, 44 ФЗ, в него сейчас огромное количество изменений вносится, сейчас там и цифровой контракт, и да, и все, что с этим, да. Но у нас обязанностей применять это нет, и право самое главное. Ну вот я как раз хотела уточнить, все-таки вам нужна обязанность или право? То есть, на мой взгляд, право, нужно право, потому что историю двигают личности. Вот в одной организации есть личность, которая это двигает, и хорошо, и надо дать возможность. А если в другой организации еще она не готова, личности нету, уровень зрелости не готов, не надо заставлять, потому что, на мой взгляд, у нас все время какой-то перекос идет. То есть, если уж мы решили, то вы уж тут, пожалуйста, все. Вы не понимаете, какая разница, вы обязаны. На мой взгляд, в законодательстве здесь надо все-таки как-то двигаться в сторону возможности и преференций для тех, кто может, для тех, кто видит в этом выгоду. А если мы опять начнем давить, ну, на любое давление оно и выход, соответственно. Вот, у меня еще вот вопрос такой, вы сказали, ну, цели у нас есть, они понятны, а вот можно все-таки поподробнее, какие у вас цели? Они достаточно практические. То есть, чтобы было понимание, мы каждый день получаем порядка 50 заявок, служебных записок по различного рода проблемам в рамках имущественного комплекса. Порядка 15 заявок по выходу из строя оборудования медицинского. Тем более, сейчас проблема в чем, что, например, все запасные части, которые идут на тяжелое оборудование, они идут примерно 9 месяцев. Получить запасную часть практически невозможно. То есть, это прям отдельные лицензии под это выписываются. И для нас, например, очень критичная ситуация. У нас был установлен новый ангиограф для операции, он сразу же вышел из строя. Мы 9 месяцев ждали эту запчасть. Поэтому у нас каждый день идет оборот этих задач. Многие задачи не решаются одномоментно. То есть, у нас постоянный контроль. Оборудование перемещается. Есть оборудование, которое жестко закреплено за каким-то помещением. Есть оборудование, которое, например, перемещается. Есть такое оборудование, как Си-Дуга, которое используется в разных операционных. И вот этот момент связанный. 6500 оборудований, единиц оборудования. То есть, это постоянная миграция внутри центра, пускай даже в рамках одного отделения. И за этим, за всем необходим контроль и учет. Сейчас он больше такой ручной. Понятно, есть отслаженные бизнес-процессы, которые это позволяют сделать. Но, тем не менее, вот эта привязка, возможность любого специалиста посмотреть, где у него что находится. Да, вообще, где это люди, которые работают по 15-20 лет. Им нужно время для того, чтобы визуализировать для себя корпус. Даже вот здесь у нас три корпуса. Это очень большой имущественный комплекс. То есть, мы единственное многопрофильное учреждение в рамках Минздрава, которое способно решать комплекс задач, прям так называемые политравмы, когда у человека несколько поражений различных органов. То есть, все подведы Минздрава, они мононаправленности. То есть, сердце поехали, подлечили где-то зрение и так далее. Мы единственные, кто может это делать в комплексе в рамках одного центра. Поэтому, собственно, на базе центра сделан Федеральный центр медицинных катастроф, который регулирует и контролирует все ЧАЭС, которые происходят в стране. И не только в стране. То есть, что-то произошло, крупная авария на базе центра, Федеральный центр медицинных катастроф вызывает и поехали делать. Поэтому у нас огромное количество задач, для нас это крайне важно. Опять же, оборудование перемещаемое где-то в регионы. У нас только четыре склада по регионам, поэтому есть свои нюансы. Вот это реальная практика, реальная жизнь. То есть, главная задача – это визуализация элементов оборудования. Контроль, визуализация, понимание того, когда, на каком этапе необходимо заменить те или иные компоненты, фильтры. Ну и накопление, наверное, статистики по отказам. В том числе. В том числе, да. И предиктивная аналитика в том числе, да. И здесь как раз хочется сделать, Алаверды, к предыдущему докладу, что невозможно написать требования ко всем целям. Они должны все-таки быть специфицированы, потому что, наверное, шпильки вам не нужны. Мы и так знаем, где она прогнила. То есть, когда мы говорим про стандартизацию, у нас должны быть стандарты, у нас должны быть требования. Сначала цели, а под каждую цель должна быть написана как раз вот эта стандартизирующая документация. Иначе вот получится вот то, что один стандарт и решает все вопросы. А главное, что если сделать, не дай бог, модель по всем требованиям этого стандарта, то ее никто не сможет использовать вообще. Вот вы тоже сказали, что дефектовочная ведомость, вы, соответственно, на этом делаете проект. Потом где-то должна появиться BIM-модель, а потом смета у вас рождается из проекта. Вот три абсолютно разных процесса. Вот если интересно, остановлюсь. Для того, чтобы защитить деньги и получить на них субсидию, нужно всего лишь два-три действия. То есть мы разрабатываем дефектную ведомость, разрабатываем к ней смету, направляем эту смету в экспертизу, получаем вполне классическое положительное заключение, направляем заключение в Минздрав для выделения субсидий. Все. Мне для этого не нужен ни проект, ничего. Но как мне разыграть контракт, если стоимость работы очень значительная? То есть мне нужно что-то дать подрядчику для того, чтобы он по этому контракту что-то построил. И здесь начинается отдельный процесс. Мы инициируем разработку проекта, соответственно, нам необходимо посчитать смету на разработку проекта, отыграть конкурс, отыграть, выбрать проектировщика, убедить его в том, что нам нужна информационная модель, потому что для капремонта я эту модель не могу прописать в требованиях в техническом задании. Сделали, получили проект. Теперь у нас есть смета, есть проект, они никак между собой не связаны. То есть у нас нет взаимосвязи, что одно рождается из другого. И после этого мы берем смету, которая у нас прошла экспертизу, проект, который мы разработали, и погружаем это в конкурс на выбор подрядчика. И вот здесь, и при этом смету, которая прошла экспертизу, мы, как заказчик, должны из нее сделать смету контракта, если кто-то не в курсе или не знает. Это отдельная история. Это мы должны взять все сметы из глав госэкспертизы, выделить из них работы, либо этапы, либо вообще, в принципе, как-то вот покраска стен, например, и сказать, что это у нас комплекс работ. И написать одну строчку. И из локальных смет, которые у нас были в огромном количестве, у нас получается смета на один листик формата А4 с четырьмя столбиками. Она очень похожа на коммерческую смету. Но проблема в следующем, что я не могу из этого комплекса работ вычленить потом какие-то объемы выполненных работ. И вот у меня есть, например, задача. У меня часть работ по вентиляции не выполнили, а часть работ по общестрою выполнили. И наша служба заказчика, контрактная служба, она у нас ломает голову. Нет механизма сейчас. То есть что мне необходимо сделать для того, чтобы заключить доп. соглашение? Я должен заключить какое-то экспертное сопровождение в главу госэкспертизе? Нет. Это смета контракта, это наше видение было как заказчика. При этом в законе четко написано, локальная смета прошедшая экспертизу не соответствует смете контракта. Мы не можем ее повторить. Мы не можем взять и одно погрузить в другое. То есть это вообще приходи на каждом этапе. У нас вот наша жизнь, она выглядит в таких вот абсолютно не связанных друг с другом этапов. Поэтому хочется спросить, кому это было нужно так все устроить? Ну вот кому-то облегчали жизнь, кому-то ее усложнили, да, потому что... Получилось как всегда, да. Да, единственная вещь работающая, да, действительно, контракты и ключи, которые действительно могут внутри иметь какие-то возможности. Вот в нашей жизни на капремонт, тем более, его же сотни проходят, сотни тысяч по всей стране. Представьте, вот я говорю даже про подведок в рамках одного фаила. 180 нас. Представьте, каждый что-то строит. У каждого капремонт. То есть это огромный пласт, который, в принципе, в такой серой зоне находится законодательно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин